Следующая часть нашей лекции это купание ребенка. Купание ребенка это тоже ежедневная процедура, которую вы должны выполнять каждый день с ребенком. И выполняется она в принципе как только вы приезжаете домой в первый день после выроски. Но обращаю ваше внимание, что в роддоме обязательно проводится детям вакцинация. Вакцинация от гепатита B и туберкулеза. Так вот, вакцинация от туберкулеза проводится после третьего дня жизни. И может быть такая ситуация, что день вакцинации совпадет с днем выписки. Поэтому в день вакцинации детей никогда не купается. Но этот нюанс вы уточните у своего лечащего врача, у врача-педиатра. Он обязательно вам скажет или напишет это в выписке, что ребенок был вакцинирован в этот же день выписан. То есть это единственный нюанс, когда нельзя купать в день выписки из роддома. В остальных случаях купать ребенку нужно сразу же, как вы приезжаете домой. Мы, обращаю ваше внимание, независимо от того, отпала пуповина или не отпала. То есть купать можно ребенка, нужно ребенка, и с неотважившей пуповиной. Температура воздуха в ванной комнате, где будет купаться малыш, должна быть 24-26 градусов. И температура воды должна быть 37-38 градусов. Ни в коем случае не проводите закаливающие процедуры на первом месяце жизни. Это все позднее, когда ребенок полностью задактируется, когда произойдет перестройка всех органов и систем. Потому что иногда рекомендуют начинать закаливание непосредственно, прямо можно сказать, с дня рождения ребенка. Но представьте ситуацию, ребенок внутриутровно находится у вас, омывается околоплодными водами, и температура этих вод 38 градусов. А вы начинаете процедуру, приходя домой, иногда кто начинает решать закаливать ребенка, снижая температуру воды до 34-32 градусов. То есть дети очень плохо переносят такие процедуры, и эти процедуры могут вовредить. Поэтому вы думаете о закаливании, это полезная процедура, но думать об этом и начинать закаливание лучше после первого месяца жизни. Итак, температура воды 37-38 градусов. Воду наливать можно из-под крана. Принципиально, если у вас вода течет из-под крана, или вы живете в частном доме, она обладает нормальными органолитическими свойствами, то есть она обычная по вкусу, по цвету и запаху, то вы принципиально можете наливать воду непосредственно из-под крана. Если же, конечно, вода течет не очень хорошая, то можно ее попить, а потом остужать до температуры 37-38 градусов. Итак, что требуется для купания малыша? В первую очередь это ванна. И ванны в настоящее время продаются двух видов. Вот такие обычные стандартные ванночки. И второй вид ванны, как бы вот с таким креслом, анатомически, куда можно уложить ребенка. Рекомендация такая. Вот такие ванночки, они, скажем так, не очень удобны, не очень оптимальны для ребенка. Почему? Во-первых, посмотрите, здесь ребенок находится в несколько таком не чисто вертикальном состоянии, но все-таки нагрузка на кости танца и бутон малыша, чего не должно быть в первый месяц жизни. Поэтому в первый месяц жизни не очень полезна она, это такая ванна. С другой стороны, когда ребенок вырастает, и вы его купаете в этой ванне, он ограничен, и даже если вы наливаете ваты достаточно, он получается практически вне воды, что тоже для него будет не очень комфортно. Поэтому лучше, учитывая опыт купания, лучше использовать обычную ванночку. Но поскольку в первый месяц жизни всегда очень трудно проводить эту процедуру, вы еще не знаете, как совладать с малышом своим, можно использовать всевозможные приспособления. Вот такие горки, которые помогут вам удерживать малыша. Или вот такие уже стандартные, их можно снимать, снимающиеся матрастики. Они тоже помогут удерживать малыша в горизонтальном положении, не вводя, что ребенок соскользнет воду. Ну и, безусловно, необходимым атрибутом является ковшик. Для чего он нужен? После того, как ребенок вы искупаете, его нужно окатить водой чистой. И как раз вы наливаете воду в ванну, добавляете отвары трав, я скажу, чуть позднее, и уже в ковшик вот эту воду вместе с отварами трав отставляете. За время купания ребенка как раз температура воды немножечко снизится в ковшике, и это будет, в принципе, закаливающим моментом. Воду наливаете в ванночку таким образом, чтобы ребенок находился в воде по грудь. Потому что если ребенку налить мало очень воды, и ребенок находиться будет вне воды, то ребенку будет просто некомфортно. Поэтому по грудь ребенок должен быть погрошен водой. Что использовать? Первое время, пока не падет остаток пополины, пока не заэпитализируется попочная рамка, нужно использовать либо отвары трав, череда, чистотел, ромашка, либо использовать марганцовку. Если вы будете использовать марганцовку, марганцовка может быть либо сухая, либо может быть уже 5% раствор. Если вы имеете вот такую сухую марганцовку, то ни в коем случае выливать ее, добавлять непосредственно в ванночку нельзя, потому что марганцовка очень плохо растворяется, и если кристалл марганцовки попадет на кожу ребенка, то можно вызвать ожог. Поэтому, если у вас сухая марганцовка, в отдельную баночку наливаете воду, добавляете туда марганцовку, где она с ней хорошенько растворяется, где она станет насыщенного бордового цвета, и потом уже вот этот готовый раствор добавляете в ванночку. И в ванночке она должна быть слабо розового цвета. Вы также можете использовать отвары трав в череде, в чистоте, в ромашке. И на первое время рекомендую вам использовать по отдельности травы. Сегодня покупали в череде, завтра покупали в ромашке. Потому что может быть на любую траву аллергическая реакция, и когда вы используете многокомпонентные травы, непонятно будет на что аллергия. Поэтому поначалу, по отдельности, можно использовать как рассыпчатую траву. В этом случае как заваривать. Вы берете емкость из расчета. Три столовые ложки туда кладете вот такой травы и заливаете кипятком где-то литр. Настаиваете при закрытой крышке в течение 10 минут. После этого процеживаете и выливаете в ванну. Можно использовать также пакетики. В этом случае вы берете также три пакетика на литр воды, настаиваете и потом переливаете в ванночку. Со временем, когда вы увидите, что ребенок нормально реагирует на травы, то можно уже использовать готовые экстракты трав, которые продаются в аптеках или детских магазинах. И принципиально припасть нужно с использованием трав где-то до окончания заживления пубочной ранки. И, конечно, помнить, потому что по-разному дети реагируют на все вот эти препараты, на травы, на марганцовку. Вы посмотрите по состоянию ребенка. Потому что если кожа такая раздраженная, на ней какие-то имеются элементы, может быть, воспалительные, в этом случае, конечно, лучше использовать либо марганцовку, либо череду, либо чистотел. Если кожа хорошая, то можно использовать ромашку, потому что она обладает хорошими смягчающими свойствами. И при хорошей коже можно в ней купать. В последующем можно использовать уже готовые такие вот фитоотвары для детей под названием Бай-Бай. Они бывают разных фирм. Чем они хороши? Чаще всего в своем составе они содержат лаванду, которая нормализуется на ребенка. Также имеются морские, морская соль для детей для купания. Она может быть тоже разная по составу. Она может быть тоже с маслом лаванды, она может быть с кальцием. Здесь уже вам может преподавать педиатр, который у вас наблюдает. Все зависит от того, что может быть, какие могут быть проблемы у ребенка. И порекомендовать вам определенную морскую соль для купания малышам. Итак, приготовили ванну ребенка и начинаем его купать. Как его держать? Вот такое маленькое, грубкое существо, которое не держит голову совершенно. Страшно вообще его как-то взять. Существует два способа его удержания. Самый надежный и самый верный, который больше всего вам подойдет, с фиксацией за ручку. Вот таким образом. В этом случае что получается? Голова. Дело в том, что очень неукрепленный шейный отдел. И чтобы голова не крутилась в разные стороны, вы укладываете шею ребенка себе на руку. И кистью удерживаете за плечевой сустав. Все. Ребенок у вас никуда не двинется. Даже если он со временем у вас подрастет, и вам будет тяжело в ванне, в воде, масса тела уменьшается ребенка, и вам будет легко. Ребенок будет плаваться. То есть вот таким образом совершенно ребенок у вас никуда не двинется. Он у вас не соскользнет. И следующий способ, это уже можно сказать для продвинутых родителей, когда вы немножечко поплыхнетесь, когда вы попривыкнетесь. Но он считается более физиологическим, потому что этот способ не сковывает движение ребенка, удерживает непосредственно его только за головку. Вот таким образом. Конечно, первое время вы так будете очень бояться его держать, потому что он будет туда-сюда крутиться. Вы будете бояться, что у вас ребенок соскользнет с руки. Поэтому первое время фиксируйте за руку, за плечевой сустав. А потом со временем, когда привыкнете, вот так за голову, ребенок у вас будет плакать, вы не сковываете его движение, шевелите хорошо бы руками и ногами. Ну и следующий нюанс, что, да, купаете малыша, и что вы используете во время купания? Вы использовать должны мыло, но мылом вы пользуетесь всего лишь два раза в неделю. То есть вы купаете ребенка каждый день, но с мылом купаете вы два раза в неделю. Соответственно, когда вы используете мыло, вы используете, мыете ему голову. То есть голову мыть мылом тоже каждый день не надо. Мыло используете детское, обычное белое, пусковое или слабо-желтого цвета, с теми же травами, череда, чистотел, ромашка. Очень удобно пользоваться жидким мылом. Оно тоже обычно не имеет каких-то добавок, оно должно быть бесцветным. Или же с теми же добавками, череда, чистотел, ромашка. Более гигиенично использование вот такого жидкого мыла. Почему? Потому что очень часто бывает, что мыло остается в мыльнице сырым, там могут остаться частички, какая-то может налипнуть грязь, пена вот эта. Это не очень гигиенично, и как раз вот в этой пене считается размножаются микробами. Поэтому либо должно быть сухим мылом, если вы его используете, либо более с гигиенической точки зрения, вы используете вот такое жидкое мыло. Ну и обязательно должно быть в хозяйстве на 72-процентное мыло. Для чего? На случай неприятностей с кожей. В тот момент, если на коже у ребенка имеется опрелость или потница, локально можно использовать хозяйственное мыло. Хозяйственное мыло очень хорошо подсушивают кожу малыша, поэтому, может быть, на все тело и не нужно его использовать, но локально, где имеется опрелость и потница, использовать хозяйственное мыло можно. То есть на всякий случай это мыло должно быть у вас под рукой. один из способов купания ребенка это купание малыша в круге производителем вот этих таких кругов в принципе позиционируется что эти круги можно использовать с нуля то есть с рождения до двухлетнего возраста но безусловно скажем так использовать у крохи только что родившегося это будет скажем так не очень оптимально потому что вам самим нужно будет приспособиться поэтому как опыт показывает обычно мало пользуются такими кругами деда со второго третьего месяца жизни в этот момент уже ребенка можно будет перекладывать купать в большой ванью обычную но при этом конечно желательно чтобы дома этого не использовалась для допустим мытья животных хорошенько мыть эту ванну средствами которые содержат хлорок и потом купать малыша в большую ванну дети плод растет в водах водная среда для него это оптимальная среда и поэтому конечно в воде себя дети очень хорошо чувствует они купаются с удовольствием развиваются они выплескивают море энергии после такого купания не очень хорошо кушают и засыпают надолго поэтому с целью развития очень удобно использовать вот такие круги бывают такие нюансы если вы ребенка купали обычным образом чаще всего дети на такой круг реагирует очень хорошо потому что они яркие обычно по цвету иногда даже бывают с игрушками и дети себя чувствуют совершенно комфортно у них но иногда дети поскольку вот такой крупный может закрывать взор могут пугаться поэтому посмотрите как ваш малыш может реагировать и так на что обращать внимание при покупке таких кругов во-первых что они должны состоять из двух частей внутренний круг маленький и большой круг вот этот маленький круг за счет того что он небольшой он не будет сдавливать шейку ребенка будет ему комфортно купаться обязательно обращайте внимание что для подбородка должна быть вот такая небольшая выемка чтобы ребенок не было не сильно запрокинутой головой во время купания но и в большинстве кругов имеется двойная застежка туда мои модели представлены на липучке стоит с другой стороны часто было застежки с одной стороны про один с другой стороны для того чтобы не дай бог не раз соединился вот на эти вещи обращайте внимание купайте малышей чтобы они развивались обычные гигиенические купания где вы проводите без мыло первый особенно месяц жизни это буквально несколько минут 5-7 минут возможно даже три минуты особенно первое время для того чтобы вам приспособиться когда вы используете мыло здесь конечно процедуры подольше но и потом когда ребенок начинает у вас плавать в большой ванной да еще с использованием крови дети очень любят эту процедуру и купание может затягиваться до 20 минут а чем лучше мы ручкой или рукавичкой можно поначалу использовать просто рукой мыть если вы используете рукавичку то она должна быть очень мягкой обращайте внимание потому что жесткие рукавицы они могут травмировать кожу ребенка какие есть еще вопрос а вот по поводу еще в горке я приобрела горку она пластика то есть лучше младенчика у меня не купа такая горка но она вынимается из ванна вы на первое время понимаете как дело в том что иногда бывает во время после родов во первых вы если вы будете особенно одна купать ребенка вам не страшно больше там куда-то денется подставка под спину ребенка во вторых бывает ситуации приходится иногда наклоняться учитывая что у вас во время беременности идет очень сильная нагрузка на позвоночник и даже не говорится кратковременное время небольшое время для купания малыша бывает очень неудобно и вот эта горка она решает в общем то вопрос то есть там просто нету нагрузка нет 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 там же идет равномерное распределение так что не прожить первое время пожалуйста а потом уже дайте свободу малышу так но сегодня мы с вами заканчиваем до занятия на следующей неделе я не знаю по моему представители модели если не ошибаюсь по поводу технике агурного вскармливания неудобно